Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Понярковым, я тот художник, который можно видеть каждого. Вот у вас сейчас волосы просто поднимутся дыбом, вы офигеете от катастрофической некомпетентности и антиукраинскости власти Зеленского на конкретных примерах. Итак, провалены закупки продуктов для ВСУ. То есть украинской армии никто ничего не продает, потому что никто не подался на эти тендера. Они прописаны настолько кретинически, так по-идиотски, что все отказались подаваться на эти тендеры. Например, одно из условий, допустим, вы поставляете яблоки, и на среду вы подписали по договору, яблоки должны быть. Если вы послушали хотя бы на один день и привезли их в четверг, штраф 50% от стоимости. Нафиг это кому надо. Вообще, эти условия прописаны были изначально так, чтобы только большие, вот ритейлы, огромные сети могли потянуть, а всю мелочь убрать. Даже большие компании сказали, да ну вас нафиг. То есть дело просто провалено. Провалены тендера на оборонительные линии сооружения. Ну, смотрите, если в условии тендера записать, что лимит зарплаты, допустим, экскаваторщика, для примера, вот 12 тысяч гривен в месяц, да никто туда просто не поедет работать. Нафига в прифронтовую зону ехать за 12 тысяч? Вы не найдете желающих. То есть тендера прописаны так, что выполнить работу невозможно. Последние 2-3 месяца ребята рассказывают мне, что приходится заправляться за свои деньги. То есть они ездят и заправляются сами. То есть раньше с этим не было проблем, сегодня проблемы есть. Видел недавно, случайно увидел в ютюбе, там Арьев на ролик на прямой канал включается и рассказывает, что вот они были на фронте. И конкретно с того места, ну, он по понятным причинам не называет это место, вот откуда он едет, возвращается с передовой, говорит, там линия обороны. Ну, вот, ну, не то чтобы нет, там просто вот из говна и палок, это цитата. Он сказал, что он увидел жалкие сооружения из говна и палок, которые не тянут на полноценную линию обороны. Я цитирую сейчас народного депутата Украины от европейской солидарности. То есть вы понимаете, если нам какой-то слуга народа, вот ослугевший будет рассказывать, что где-то все в порядке, то смотрите, они все вступили в преступный сговор. То есть мы видим наличие преступного сговора и тотального разворовывания всего на всех возможных направлениях. Это катастрофическая некомпетентность и полное нежелание что-то делать для Украины. Они каждый на своем месте. Вот эти вот слуга народные, вот эти вот мерзавцы, которые воруют просто все, что видят. Они всюду ухитряются. И в Министерстве обороны, там, да и послушайте, да всюду. Они ухитряются провалить любое дело, за которое берутся. Но, пожалуйста, они не могут собрать Верховную Раду, просто потому что у них нет большинства. То есть они даже в коалициях с ОПЗЖ, с кучей групп мажоритарщиков, они даже с ними вместе не могут поднять голосование по необходимым законам. Люди не хотят. Рада разбегается. Урагами лежат вот такие стопки заявлений на отвал, потому что депутаты говорят, что все, мы больше в этом участвовать не хотим. Нас же потом на фонарях развесят за вот это вот. Потому что больше не хотят. Больше не хотят. Ну, люди уже прямым текстом говорят, что, ну, вот школа трусковца, их там учили голосовать, такое впечатление, знаете, с помощью электрошокера и связки бананов. Ну, то есть они как собака Павлова. То есть им бананы показывают, они нажимают. Им электрошокер показывают, они не нажимают. Или наоборот. Но даже сегодня ни электрошокером, ни бананами, несмотря на трусковецкое образование, эти подопытные подсвинки, простите меня, они, ну, не хотят. То есть там даже самые неумные, то есть даже откровенно тупые. А там есть люди, кого набирали просто в качестве пугала. То есть там же есть вот особенно мажоритарщики. Там же еще при Богдане, при прошлом главе администрации, да, Зеленском, там еще тогда, когда обелечивали всей толпой, то проплачивали местные, вот эти вот, которые хотели стать мажоритарщиками, депутаты, местные цирки. Они проплачивали такого кандидата, на которого страшно посмотреть. Но народ сдуру выбрал. Профессиональных, безработных каких-то, конюхов, уборщиц, посудомоек. И они прошли в Раду. Так вот даже среди этих уже находятся те, которые говорят, ну, его нафиг. Мы не хотим, поэтому Рада у нас фактически сейчас в полу-нерабочем состоянии. Больше того, у нас парламентско-президентская республика. То есть не исключен вариант, что Рада, ну, на каком-то этапе просто взбунтуется и скажет, знаете что, в общем-то, у нас в стране главная Верховная Рада. А не президент, не Ермак, не его офис. То есть не Татаров и лично Арахамия, и не Стефанчук. То есть теоретически Рада может переизбрать спикера, что совсем не фантастика при таком развитии событий. А потом просто поставить президента перед фактом. Дальше. Рада может не спросять у президента, что в принципе такое может быть. То есть набрать необходимое количество подписей и подать в Конституционный суд на разъяснение. У нас Зеленский после 21 мая все еще президент или уже нет? То есть это тоже возможный вариант. Ну и смотрите, то, что происходит на международном фоне, то, что убрали Залужного, я слышал, что его там послом в Англию собираются отправить. А у меня вопрос, а Залужный ведь он гениален в качестве боевого генерала. То есть не в качестве посла в Лондон, у нас там был прекрасный посол. У нас был гениальный человек, суперпрофессионал Пристайка, который попытался спасти лицо Украины от дурошлепа Зеленского и снивелировать конфликт, который Зеленский придумал на ровном месте. Зеленский обиделся на Пристайка, его убрал. Вместо прекрасного специалиста на своем месте, это украинская дуркующая некомпетентность. И ему 5-6 менеджеров. Они поставили туда боевого генерала, который нужен на фронте уже, без которого беда и катастрофа, который является самым авторитетным в военной области человеком, но из-за бараньей ревности, вот этого вот тупо хрипатого клоуна, его убирают. И что делать? То есть, у нас антиукраинская некомпетентность, это просто лицо той власти, которая пришла в 2019 году. И эти необучаемые ни электрошокером, ни бананом существа, кроме хватательного рефлекса, никакого другого, похоже, не могут нам продемонстрировать и уже не научатся. Вас я попрошу, не забыть подписаться на мой канал, лайки, комментарии, обязательно распространяйте правдивую информацию в соцсетях. У нас с вами Зеленский украл свободу слова, наше конституционное право, свободу слова. Поэтому мы должны нашей активностью компенсировать, распространять правдивую информацию вопреки блехливому марафону и блехливым позитивным блогерам. А победа, друзья мои, благодаря ВСУ и нашим союзникам обязательно будет за нами, ну и прежде всего, потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.